Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Как очистить Арктику от промышленного мусора и что сделать для сохранения популяции сиговых и лососевых рыб? В столице Заполярья обсудили вопросы сохранения уникальных водных объектов. Свечу памяти зажгли сегодня в Наринмаре. Во дворе первой школы состоялась ежегодная акция в память о погибших в Беслане. У истоков черного золота. Выставка к 115-летию известного ученого Георгия Чернова открылась в залах музейного объединения. В экспозиции личные вещи и открытие геолога. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. За прошедшие сутки в НАУ зарегистрировано 14 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1969 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 1882 человека. За прошедшие сутки 5 человек. В регионе зарегистрировано 36 летальных исходов от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находится 172 человека. Из них стационарное лечение получает 51 человек, амбулаторное – 121. На учете в управлении Роспотребнадзора состоят 906 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. В Наринмаре почтили память погибших во Второй мировой войне. Церемония возложения цветов, посвященная дню окончанию Второй мировой войны, состоялась сегодня утром в Наринмаре. В торжественном мероприятии приняли участие первые лица региона, представители депутатского корпуса силовых структур, молодежных организаций и общественности. Добавлю, в ходе Второй мировой войны погибли более 55 миллионов человек. Всего в противостоянии напрямую или косвенно было втянуто 61 государство. Трагедия коснулась более полутора миллиардов человек. При этом самые крупные потери понес Советский Союз. В ходе Второй мировой войны свои жизни отдали более 27 миллионов наших соотечественников. В День солидарности в борьбе с терроризмом прошла ежегодная акция «Свеча». Во вдоре первой школы собрались ученики, волонтеры и организаторы акции. Они почтили память погибших во время трагедии, которая произошла в 2004 году в школе города Беслан. Дарья Чупрова продолжит тему. Прошло 17 лет с тех ужасающих событий. 1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в первой бесланской школе. Они удерживали детей, их родителей и учителей. Больше тысячи человек провели в душном спортивном зале три дня без еды и воды. 3 сентября в здании произошел взрыв, после которого силовики начали штурм. В результате погибли 334 человека, из них 186 – дети. За последние десятилетия на планете произошло много страшных террористических актов. Само слово «терроризм» в переводе с латинского обозначает ужас. Жертв терактов Беслани сегодня вспоминают по всей России, в самых удаленных уголках и за пределами нашей страны. Это трагедия, которая отзывается эхом и спустя года. У нас была линейка, мы стояли минуту молчания, возлагали цветы, свечи. Это важно, потому что люди не должны забывать, какие ужасы происходили, чтобы такого больше никогда не повторялось. Мне очень грустно с того, что какие-то люди могут чувствовать себя выше других и забирать жизни у ни в чем не виновных школьников. Я бы хотела, чтобы этого больше не повторялось, и поэтому я считаю, что нужно помнить об этом и проводить такие акции, чтобы в школах дети сразу с детства понимали, что нельзя быть такими. С пол первого дня и до шести вечера на территории первой школы каждый неравнодушный житель заполярной столицы мог почтить память погибших, возложить цветы и лампадки. В организации акции были задействованы волонтеры. Они рассказывали участникам исторические сведения о трагедии. Трагедия горе родителям, горе друзьям этих детей, родственникам, дальним, ближайшим. И в принципе это страшная вещь. Люди преследуют выгоду ценой человеческих жизней. Это просто ужасно. Сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом. Он приурочен к трагедии, которая произошла в Беслане 3 сентября 2004 года, ровно 17 лет назад. На сегодняшний день борьба с терроризмом – важнейшая государственная задача. Предпринимаются меры по пресечению терроризма и созданию эффективной общегосударственной системы противодействия ему. Дарья Чупрова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Как очистить Арктику от промышленного мусора и что сделать для сохранения популяции сиговых и лососевых рыб? В столице Заполярья обсудили вопросы сохранения уникальных водных объектов. За круглым столом собрались представители власти, нефтяники, эксперты и общественники. Мероприятие провели в рамках Дней реки Печоры. Алина Ваучейская продолжит. На гостеприимной Ненецкой земле сегодня встретились те, кому небезразлично, будущее Великой реки Печоры. Той самой, у которой живут оленеводы и рыбачат рыбаки. А за круглым столом представители законодательной и исполнительной власти различных уровней, приглашенные эксперты и экологи. Первым слово взял глава региона Юрий Бездудный. У нас в округе более двух тысяч рек и озер. И все они нуждаются в определенной степени в защите. Хотелось бы, чтобы этот круглый стол стал площадкой, где ученые, эксперты будут подсказывать, как правильно защитить все это богатство и передать в руки наши дно углубления. Безусловно, Печора – транспортное отель. Для нас очень важно, чтобы в рамках этого круглого стола вы обсудили очень насущный вопрос, связанный с дно углубления. Не секрет, что река милеет, и вопрос этот чрезвычайно сложный. Он стоит на повестке федерального правительства, и мы очень рассчитываем, что с привлечением федеральных денег в следующем году начнется дно углубления. Предложение губернатора о продолжении взаимодействия с федеральной властью в части выделения финансирования на дно углубления Печоры внесли в резолюцию круглого стола, как и решение по организации более усиленной работы по контролю за деятельностью нефтедобывающих компаний. В пример привели весенний разлив на Колве. Кроме того, следы жизнедеятельности недропользователей в виде накопленного промышленного мусора, будь то цистерны, нефтяные хранилища и старая техника, наносят вред экологии Арктического побережья. На это обратил внимание депутат Госдумы Сергей Коткин. По большому счету, это, конечно же, вопрос о здоровье. От того, в каком состоянии находятся водные ресурсы, напрямую зависит не только наше здоровье, но и жизнь последующих поколений. Известно, что 80% всех болезней мы получаем из-за некачественной питьевой воды. В условиях растущей техногенной нагрузки на окружающую среду наши реки и озера подъемные воды подвергаются загрязнению. При этом наибольшее негативное воздействие на водные объекты связано с предприятиями газовой и нефтепрерабатывающей промышленности. Один из ярких примеров по промышленному загрязнению территории – Амдерма. После расформирования авиационного истребительного полка, которое произошло в 90-е годы в поселке, осталось множество старой техники и другого военного оборудования. Как говорят эксперты, очистить территорию за один раз невозможно из-за ряда факторов. Реабилитационные мероприятия также в Ненецком округе, они чрезвычайно снажны почему? Потому что природные географические условия, то есть это наличие так называемых многолетних мерзлых пород, вечная мерзлота, это довольно-таки короткий промежуток теплого времени года, это проницаемость почвенного покрова для воды и воздуха, накладывает особые условия на проведение репрессионных мероприятий, связанных с очисткой почв от промышленных загрязнителей. Владимир Алискевич, который выступил на круглом столе в качестве эксперта, отметил, что для эффективной очистки арктических территорий необходимо усилить сотрудничество между органами власти, наукой и бизнесом. Руководитель регионального департамента природных ресурсов, экологии и АПК в свою очередь подчеркнул, что в Ненецком округе сейчас делается большой упор на оперативную работу с федеральными ведомствами. Уже есть положительные отзывы от жителей поселков, располагающихся в зоне печёбы. Люди оценили и те изменения, которые по карской губе, Сергей Николаевич, также нам отдельного благодарности, что на федеральном уровне не стоит эта проблема. Поэтому, мне кажется, пример взаимодействия федерального агентства ДОС Рыбаловства, больше всего с Василием Игоревичем Соколовым взаимодействовали, он такой, я бы сказал, без ложной скромности образцов, и, я надеюсь, со всеми федеральными ведомствами мы будем устраивать взаимоотношения в таком ключе, то, что по мере возникновения проблем мы обращаемся, и эти проблемы очень оперативно решаются. Вместе с тем на Печоре в последние годы становится всё меньше рыбы, лососевых и сиговых пород. Об этом, ссылаясь на данные научного сообщества, заявил министр сельского хозяйства Республики Коми Денис Шаронов. По данным Института биологии Северного полярного института рыбного хозяйства и океанографии, первопричиной деградации рыбных ресурсов является несанкционированный и нерациональный вывод, что быстро приводит к их истощению. В бассейне реки Печора и её притоках в условиях неконтролируемого рыболовства в первую очередь сокращаются запасы лососеобразных рыб и других видов рыб, имеющих высокую коммерческую значимость. И с каждым годом ситуация ухудшается. По экспертной оценке, количество рыбы, отлавливанное в масштабах любительского и несанкционированного рыболовства, при всех допусках превышает промысловую в несколько раз. Непрекращающаяся производственная деятельность затрудняет процесс естественного восстановления их численности. Как отметил в докладе Денис Шаронов, для сохранения и восстановления популяции рыбы необходимо совместными усилиями построить рыборазводный завод. О такой необходимости в своём выступлении заявила и руководитель территориального отдела Росрыболовства Анастасия Бруквач. Одним из важных решений для того, чтобы воспроизвести сиговые породы, которые уничтожаются частиками, частиковыми видами рыб, необходимо строительство перерабатывающего завода для ливоцеха для частиковых видов рыб, таких как окунь, плодва, щука, из которых производится дешёвое сырьё, используемое в сельском хозяйстве. И в значительной мере мы сможем воспроизводить водно-биологические ресурсы, которые выпускаются нашими недропользователями для воспроизводства. Учитывая, что они выпускаются очень маленькими, и большая часть погибает из-за частиковых видов рыб. То есть первая важная задача для сохранения водно-биологических ресурсов – это сохранить баланс частиковых видов рыб и центровых видов рыб. Круглый стол, приуроченный к дням Печоры, стал площадкой для обмена мнениями. Все предложения, озвученные в ходе дискуссии, внесены в резолюцию, которая в ближайшее время будет доработана и принята. В Заполярном районе проверили качество угля, доставленного в рамках кампании, опережающего завоза топлива в 2021 году. Как сообщается на сайте Заполярного района, решение о необходимости экспертизы было принято в июле. Цель испытаний – проверка соответствия угля сертификату качества и требованиям договора поставки. Так как уголь завозится по двум направлениям, морскому и речному были взяты образцы топлива в двух населенных пунктах. В поселке Нельминоз и Селеома. В испытательной лаборатории каменный уголь проверен по 11 показателям. Зольность, влажность, влагоемкость, содержание серы, хлоры мышьяка, теплота сгорания высшее и низшее, выход летучих веществ, плотность и нацепная плотность. Результат исследования образцов подтвердил их соответствие ГОСТам и сертификату качества угля, а также требованиям заказчика. У истоков черного золота. Выставка с таким названием открылась на Ринмаре. На экспозиции представлены предметы, как из фондов окружного музейного объединения, так и в Иркутинского музейно-высточного центра. Огромную коллекцию экспонатов накануне выставки передала вдова Георгия Чернова из семейного архива. С открытия выставки с подробностями Ольга Русул. Чернов-Большеземельский. Именно так называли Георгия Александровича близкие друзья. Геолог, ученый, посвятил изучению нашей тундры 60 лет своей жизни. На открытие поистине уникальной выставки приехала вдова Чернова. Любовь Николаевна рассказала о неоценимом вкладе мужа в развитие геологии Ненецкого округа и Севера в целом. Конечно, вот если бы он сейчас приехал сюда, он бы был очень рад, потому что на самом деле он был непризнанный в советское время. И как-то все это обходилось стороной. И в основном в советской литературе, если вы откроете любую книжку, как писалось, выставился десант геологов, и месторождение открыто. А как оно было открыто? Сколько было ученых? Сколько было первых женщин-геологов? Это была целая русская школа геологов, которые занимались изучением этого нашего края, необыкновенного. 60 полевых сезонов Большеземельской тундры и каждый раз из поездки он привозил открытия в области геологии, палеонтологии и археологии. Георгий Чернов был разносторонне развитым человеком, не пропускал ни одного артефакта на своем пути. У меня такое ощущение, что это вот люди были святые. Вот он по натуре был аристократом, и жил он очень скромно. Это был духовный аскетизм во всем. То есть он практически, он считал самое главное, это питание у человека должно быть хорошее, вот одежда или там какие-то вещи, он на это вообще практически не обращал внимания. На выставке представлены предметы из семейного архива геолога. Впервые экспонируется коллекция личных вещей ученого, переданных в собрание музейного объединения его супругой Любовью Черновой. За каждой вещью история. Одной из старейших, я так понимаю, это ступка, которая нужна для размельчения породы, она принадлежала еще отцу Георгия Александровича, известному геологу Александру Александровичу Чернову. Второй бы, наверное, я поставила на второе место спальный мешок 1940 года, который сшила первая жена Георгия Александровича, Тамара Николаевна. И, наверное, знаменательное, что набит этот мешок пухом гусей, которые еще в 1939 году плавали по реке Кове. С приветственным словом к собравшимся на торжественное открытие выставки обратились первые лица Ненецкого округа. Я хотел бы поблагодарить Любовь Николаевну, организаторов этой выставки, и выразить слова признательности не только от себя лично, но и от всех жителей округа, что действительно в такое непростое время эта выставка состоялась. Поздравляю вас с этим. Выставка будет интересна широкому кругу людей, любящих и изучающих историю Ненецкого округа. Через личность ученого можно лучше узнать об освоении нашего региона. Одними из первых ее посетили участники клуба скандинавской ходьбы. Ирина Терещенко поделилась впечатлениями. Мне интересна эта выставка, во-первых, изучением великих людей России. Для меня этот человек – это великий человек, человек, который посвятил себя служению Отечества. Поэтому мне всегда интересно, как можно больше узнать о таких людях, что ими двигало, почему они создавали вот такие вещи, такие же шедевры. Я всегда немножко таким языком говорю, от культуры шедевры. Но это тоже шедевры – изучить весь этот природный пласт, и что это дает для Ненецкого автономного округа, ну и в целом для Российской Федерации. Работа выставки продлится до 31 октября. Сотрудники музейного объединения подготовили две экскурсии. Одна из них расскажет о биографии Георгия Чернова, а другая – интерактивная, ориентирована на школьников и поможет им получить новые знания о полезных ископаемых Ненецкого округа. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Сложные вещи простым языком. Уже практически год в Наринмаре работает кванториум. Множество кружков, в которых дети учатся компетенциям будущего. 3 сентября детский технопарк решил открыть свои двери для тех, кто только думает начать первые шаги в сложных сферах. Подробности в следующем сюжете. В день открытия дверей кванториум решил познакомить детей с такими сложными вещами, как робототехника и 3D-моделирование, поближе. Ребят ждало множество мастер-классов. Лепка из соленого теста, хай-тек, промдизайн, VR и многое другое. Все, чтобы дети поняли, что такое кванториум. Для того, чтобы дети вообще познакомились, ну, хотя бы поняли, чем занимаются здесь кванториум. Потому что, когда ты смотришь название, допустим, 3D-моделирование, ты не понимаешь о чем-то, да? Либо введение в виртуальную реальность. Ну, может быть, мы просто очки посмотрим. Но нет, это все намного глубже. То есть мы должны детям объяснить, чем мы занимаемся. Кто-то пришел в кванториум впервые. Ребятам, которым интересна робототехника, показали, как делать из лего механические конструкции. Совсем маленькие дети с увлечением собирали необычные конструкторы. Например, Егор сделал вентилятор. А помогла ему в этом специальная программа. Я засекал время, чтобы он крутился и переставался. Сейчас я выбрал на компьютере другую программу. И теперь, когда вот робот тут в глазке у него смотрит, я махаю, вентилятор крутится. Махаю, перестаю. Но среди посетителей были и те, кто уже не первый год знаком с новыми сферами. 3D-моделирование – интересный, но сложный кружок. Михаил Пласинин занимается столь сложным направлением уже два года. И вот новый учебный год начался, подросток сразу решил вернуться к любимому хобби. Я пока выбираю профессию, на которой я буду учиться и на которой я буду работать в будущем. Ну, например, архитектор. Думаю, знания в 3D-моделировании пригодятся. В кружке кванториума можно записаться через навигатор 83, в котором родитель также может следить за расписанием секции, а также была создана группа ВКонтакте. На кружки декоративно-прикладного творчества можно записаться с 4-х лет. А вот заняться робототехникой могут дети школьного возраста. Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.